В 1983 году в Стокгольме стартовал проект, который стал одной из искр, позже разросшийся в пламя, охватывающей умы скандинавской молодежи. Молодой шведский парень по имени Эйс Барье Форсберг и пара его друзей создали сольный проект, во многом инспирированный творчеством Веном, Кис и другими модными в то время командами. Как многие музыканты, шедшие по тропе блэк метал, ребята поменяли свои настоящие имена на псевдониме. Эйс стал Кортоном Сеттом, Йонас Экерлун стал Вансом. Настоящее имя третьего участника неизвестно, его псевдонимом было имя Ханой. Кстати, Йонас Экерлун позже прославился как талантливый клипмейкер. Название проекта все время менялось. Вначале была избрана вывеска Носферату. Потом некоторое время тасовались имена разных чертей. Ноатас, Мефисто и наконец-то музыканты остановились на том названии, которое позже каленым железом будет выжжено на костях истории тяжелой музыки. Баттери. Название было взято в честь венгерской графини, которая прославилась своей склонностью к насилию и умиротворению целемудренных девиц. Ради сохранения своей красоты и молодости. Под этим названием музыканты начали репетировать, попутно записывая разные демо. В 1984 году ребята уговорили человека по кличке Босс поместить парочку композиций группы на сборник скандинавских металлических команд. Участие на сборнике особо не помогло с раскруткой, но спустя несколько лет Босс организует свой лейбл, который по предложению Квартона будет назван Black Mag Production. Так в начале карьеры Квартон маркировал свои пластинки, чтобы скрыть отсутствие контракта с лейблом. Некоторое время спустя Квартон набирает сессионных музыкантов и в рекордные сроки записывает дебютный альбом, который был незатейливо озаглавлен Баттери. Он содержал 9 песен и аутро. Качество записи было откровенно поганое, но это лишь усилило впечатление от прослушивания. Этот альбом вызвал чистейший воды шок во всех закоулках андеграунда, сделанный в лучших традициях Веном. Сырой, с яростным лающим вокалом. Он оказался одним из самых экстремальных релизов середины 80-х. Привет всем, мы на музыкальном канале WorldFMP и сегодня у нас будет обзор на дебютную пластинку группы Баттери, не Баффери. Но перед тем, как мы начнем, я хочу выразить Дикий Сэнк с нашим подписчиком, благодаря которым и выходит следующий обзор, а именно Александру Новицкому. Черному ящику, Папе Кайле и всем остальным, кто поддержал сегодняшний обзор. Ну а также не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, ну а также по возможности подпишитесь на Boosty Patreon, где выходят эксклюзивные видео. Ну наконец-то у нас дошли руки к первому альбому Баттери. Но не забывайте, что у нас выходили уже обзоры на 87-й и 88-й. Кто не видел эти обзоры, это будет ваше домашнее задание. Честно говоря, обзор на этот альбом я планировал сделать еще в 2019 году. Но увы, к сожалению, не повезло, не фортануло, не получилось. Но, как говорится, лучше позже, чем никогда. Поэтому начинаем. В начале ролика вы уже получили небольшую предысторию группы и альбома. Ну а теперь мы копнем немножко глубже и я вам расскажу, почему группу назвали Баттери. Когда я выбирал название для своей группы, было несколько вариантов. Я прочитал книгу о Владе Цепище, о том самом первом оригинальном Дракуле. В этой же книжке говорилось о французском бароне Жель Дире и прочих душегубах. Да еще в той же книге было про Элизабет Баттери. Вот честно, меня просто очаровала история ее жизни. Главным образом, потому что она была женщиной. Серийные убийцы это такой собирательный образ. И жил где-то неадекватный тип и творил свои подлые делишки. А тут бац и женщина со своим чисто женским подходом к убийству. Да еще она творила разные секс-оргии, кровавые оргии и все что угодно. Вот это у нее была жетуха. Обалдеть, я прикололся. И когда пришло время для названия группы, я выбрал Баттери. Я думаю, что и так понятно, что здесь не обошлось без влияния Веном. А именно песни Каутнесс Баттери. Книжки, конечно, читать это хорошо, но слушать Веном это также неплохо. Ну а сейчас Кортон расскажет нам, как появился его демонический никнейм. Это имя я нашел в одной книге о черной магии и сатанизме. Мне это имя тут же понравилось. И я решил, что это такой ангел тьмы или человек. Получеловек или полудемон. Но при этом не обязательно добрый или злой. Это человек, что стремится выражать свои желания и следовать с собственным инстинктом. Да, вот эту хитрую схему с именами демона в будущем будет использовать еще не одна тысяча Black Metal групп. Но снова же, кто первый запустил моду на все эти имена? Конечно же Веном. Абадон, Кронос, Мантас. Дебютный альбом Баттери вышел 2 октября в 1984 году на лейбле Blackmag Production. Ну а сейчас Кортон расскажет нам, как проходила запись альбома. На запись дебютного альбома было накоплено порядка 600 долларов. Мы наметили для себя одно местечко в Стокгольме. Это был обычный гараж, который мы переоборудовали в студию для записи демо. Установили там примитивное оборудование, самопальный пульт на 8 каналов, два маленьких магнитофона в одном помещении, плюс распределительный щиток на стене. В таком гараже было бы хорошо записывать акустическую гитару, голос и возможно легкую попсу. А вот то, что творили Баттери, в это пространство по качеству записи точно не вписывалось. Нам пришлось как-то приспосабливаться к этому месту и это имело свои ограничения. Вот вам и объяснение дрянного качества записи первого альбома Баттери. Да, звучание альбома получилось дико отдовое и сырое. Но, как показало время, это только сыграло на руку группе. Потому что это грязное, сырое и кривое звучание вывело музыку на новый уровень экстремальности. До выхода этого альбома Баттери, два первых альбома Веном считались эталоном сырости и свирепости. Но Баттери, конечно же, их обогнали. Поэтому фанаты Веном, которые уже начали разочаровываться в попсовости Веном, получили еще один козырный альбом. Также возможно, что немножко ставит альбом под сомнение, это его длительность, о которой нам сейчас расскажет Квортон. Почему альбом получился таким коротким? Ну, сказать по правде, я немного боялся, что нам не удастся выпустить Баттери, как полновесный альбом. Так-то он получился коротким, но у меня тогда не хватало песен. А фирма Грамзаписи очень хотела выпустить альбом Баттери и посмотреть, как он будет продаваться. Трек Баттери на сборнике «Металлическая атака» из Скандинавии получил самые теплые отзывы. Альбом Баттери позволял получить еще более теплый прием, поэтому его и стоило выпустить. Да, с одной стороны, хочется немножко больше песен, а с другой стороны, для такой хламовой музыки и хватит менее получаса, для того, чтобы это все слушалось на одном дыхании. Потому что реально, когда альбомы там по 40, по 50 минут с такой музыкой, ты уже начинаешь от них уставать. Понятное дело, что весь этот оркестр хаоса и не обошелся без той самой богохульной лирики. Сейчас, когда ты читаешь лирику альбома, то без смеха это невозможно делать. Ну а тогда это считалось, возможно, чем-то злым, вызывающим, экстремальным. Если кто-то не до конца понимает, о чем я говорю, так я вам сейчас прочитаю парочку строчек из некоторых песен. Я обожаю смотреть на тебя, лежащую, распотрошенную. Запах мертвой женской плоти доводит меня до иступления. Сейчас ты в моей власти, уже не убежишь. Я проникну в тебя. И когда ты подумаешь, будто вся боль позади, я приду снова и я проникну снова. Некромансы, приветствуем тебя, сатанинское величество. Сегодня произойдет жертвоприношение. Когда лунный свет воцарится над землей, снизойди с темных небес на беззвучных магических крыльях, чтобы донести слово дьявола, вперед, детка, подними свой нож, добро пожаловать, милая, на мое жертвоприношение. На самом деле на этом альбоме есть еще более оскорбительные и радикальные строчки, но их я не буду засчитывать, потому что это уже совсем клиника. Но поймите сами, что я не имею никаких моральных прав вам зачитывать о том, что Квартон сделал с Божьей Матерью. Понятное дело, что это лирика, чистой воды шок-контент и не имеет никакого серьезного контекста. Да, к сожалению, не все это поняли и не всем это дошло, а особенно норвежским лакарям. Всю эту богохульную мерзкую лирику и оркестр Хаоса подкрепляет не менее убойнейшая обложка. Кто бы там ни говорил и что бы ни думал, но именно эта обложка и есть прямым олицетворением Блэк Металла. Эта обложка выглядит более экстремально, чем альбом Веном Блэк Металл. Даже и тут по обложке в плане экстремальности у Баттери получилось переплюнуть Веном Блэк Металл. Ну а сейчас я вам расскажу, как появилась эта козлячая обложка. С обложки альбома нас слушали и смотрела легендарная Козлиная голова. На официальной странице Баттери в сети Квортон писал, что этот рисунок был позаимствован у американского иллюстратора Джозефа Смита. Сегодня это изображение своего рода икона в Блэк Металл кругах. На обратной стороне пластинки с альбомом красовалась огромная пентаграмма. С точки зрения эстетики оформление имело много общего с ранними релизами Веном. Кроме одного важного отличия – полного отсутствия фотографий группы. В качестве создателя альбома были упомянуты лишь Квортон и Босс, что придавало ему эффект таинственности и анонимности. Это еще один прием, нынче являющийся частью формулы Блэк Металл. Поддерживать загадочный имидж было очень легко, так как группу решили сделать чисто студийным проектом. Ну а сейчас я вам объясню, почему на последующих изданиях «Желтого козла» заменили на «Белого». Дебютный альбом 1984 года изначально отпечатанный «Желтым козлом» на обложке. Это оформление жутко не понравилось Квортону, и следующая тысяча пластинок была выпущена с «Белым козлом» и пентаграммой. В то время как пресловутый «Желтый козел» прочно поселился в мечтах большинства олдскул меломанов планеты. Впрочем, немало ошибок было погнуто в попытках определить истинный тираж первого стада. Кто-то клянется, что только 200, иные называют цифры под 1000, а официально всего лишь 300. Честно сказать, мне больше нравится «Желтая» версия, потому что она не так сильно похожа на «Веном Блэк Металл», но также она выглядит более вызывающе. Как ни крути, «Желтый» цвет более броский и выглядит более ядовитее. А еще в будущем на других переизданиях этого «Козла» раскрашивали как могли. Ну а сейчас я вам озвучу парочку интересных фактов об альбоме «Баттери». Прежде чем группу назвать «Баттери», Квартон и его сотоварищи пользовали такие тематические вывески, как «Носфератум», «Мефисто», «Элизабет Баттери», «Каутнес Баттери». Изначальным же названием дебютника музыканты избрали «Пентаграматон», но затем отказались от него, так как несколько их друзей рассмотрели на обложке «Некий Пентагон». Название песни «In Conspiracy with Satan» на первом альбоме написано с ошибкой. В слове «Конспираси» буква «С» вместо «С». Вступление к альбому, названное «Storm of Domination», было данью уважения дебютному альбому «Black Sabbath», а именно одноименному треку «Black Sabbath». Колокол, который вы слышите, это замедленный звук «Биг Бена». А также «Storm of Domination» не попал в окончательный список композиций оригинального альбома, потому что группа забыла об этом. Группа потратила на запись альбома всего лишь 56 часов. На обложке было написано, что альбом был смягширован в «Electro Studios», но на самом деле он был сведен в «Heaven Show». Для меня это также было новостью, что этот колокол был взят из «Биг Бена». Ну а сейчас вам приведу аргументы и факты, которые очень хорошо покажут то, что Квартон фанател от «Веном Black Metal», хотя он не всегда признавался в этом. Если Квартон действительно не слышал альбом «Black Metal» до записи своего дебюта, можно предположить, что в ход событий вмешались какие-то высшие силы. Во-первых, на двух альбомах есть песни под названием «Sacrifice». Во-вторых, лирика к песне Баттери «Rise the Dead» и лирика «Веном» «Bear It Alive», которые, к слову, перетекают в композицию под названием «Rise the Dead». Очень похожи. Они обе описывают погребение заживо. Они включают в себя слова «задыхаться» и «сарапать крышку гроба». И обещание жертвы «восстать из мертвых». Давайте только честно, чтобы Квартон не говорил, но дебютная работа Баттери – это что ни есть экстремальным продолжением альбома «Веном Black Metal». И об этом нам говорит музыка, лирика и другие детали, которые я ранее озвучил. То, что «Веном» начал в 1982 году, то Баттери довел до экстремальности в 1984. Из альбома Баттери мне нравятся все песни, но выделю одну любимую – это композиция «Ripper». Самое забавное то, что кавер «Гиены» я услышал ранее, чем оригинал. Если кто-то из вас не слышал кавер «Гиены» на песню «Ripper», так обязательно послушайте – это мой любимый кавер на Баттери. Лично по моему мнению, у них даже получилось переплюнуть оригинал. Но вы, мои любимые друзья, в комментариях можете написать свою любимую композицию с альбома «Баттери». Ну а сейчас всеми наш любимый Фенрис расскажет о волшебном звуке первого альбома «Баттери». В принципе, я читал о Кортоне, многим интересно, почему первые альбомы «Баттери» звучат так, как они не звучат. Но это музыкальное волшебство, и многие не понимают суть этого волшебства, и думают, что это плохо. Первый альбом «Баттери» получился именно таким чисто случайно, когда все записывалось на примитивном оборудовании. Подобное звучание – результат чистой случайности, при полном отсутствии контроля. Я всегда готов спорить с известным продюсером и говорить о невозможности создать подобное звучание в большой дорогой студии. Продюсер всегда будет уверять «О, я могу воссоздать этот звук с легкостью». Но, блин, я все равно в это не верю. Однажды я как-то поссорился с одним таким продюсером. Я думаю, что Фенрис как сказал, так и отрезал. Ну а сейчас наш близкий друг канала Игорь Кузьменко покажет вам и расскажет о своей кассете «Баттери». Всем привет, с вами Игорь Кузьменко. Сегодня я хочу показать кассету дебютного альбома группы «Баттери». Эту кассету я приобрел на сайте nuclearwar.now. Это неофициальный релиз. Вышел он в 2020 году. В принципе, там вышел почти весь каталог этой группы на кассетах. То есть все почти альбомы вышли. Как официальные, так и неофициальные релизы. Давайте покажу вам подвижу кассету. Вот с желтым козлом обложка. Значок «Super Sound». Значит, мы на этой кассете услышим суперзвук. Реклама не врет. Вот такой готический шрифт. Давайте посмотрим, что внутри. Я так понял, это рип с какого-то винила. Потому что звук здесь, слава скажу, тихий. Особенно на треке «Necromanty». То есть песня очень тихая по сравнению с другими. Ну, для этого я покупал эту кассету, чтобы прям звуком насладиться подвальными. Вот самая кассетка. Side Evil. Darkness. Такой бронзовый цвет. Хотя, ну, в дискоксе это издание неофициальное с желтой кассетой идет. У меня вот почему-то бронзовая. Давайте посмотрим, что внутри. Такой разворот. Большой вот он. Вот мы здесь видим каталозный мерч за 10 долларов. Я так понял, это была вкладка в оригинальном гнилом издании. Сенксы. Стой юнайтед и слушай пан-клуб группы. Хорошо. Послание. Пан-клуб группы. Так, с обратной стороны такая-то инфраграмма. Прек-лист. Кто продюсером был? фортам и вы бокс тексты песен почему-то разный шрифт это очень большой плюс хоть и не официальное здание но есть текст который мне это очень круто полиграфия хорошая такая зернистость есть присутствует если видно вот такой винтаж винтаж по звуку еще раз говорю да издание тиховатое но в принципе слушать можно один трек не комментируем тихенький остальное все в порядке так что за 10 долларов принципе если найдете кассету приобретайте очень крутое да кассетка конечно выглядит просто огонь каким бы этот альбом не получился сырым кривым но все же этот альбом наравне с веном black metal является олицетворением первой волны black metal то есть по сути можно сказать что именно с этого альбома и пошел тот самый black metal пожар все то что вы хотели получить в 84 году от коммерческого венома вы по сути получили на альбоме батаре хотя если судить по интервью кроноса и кортона эти две группы друг друга недолюбливали и постоянно упрекали но вы же сами знаете что в конце 80-х и начале 90-х батаре продавались куда лучше чем веном то есть получилось так что ученик стал лучше своего учителя и напоследок я хочу вам еще раз напомнить что если бы не этот альбом то возможно black metal бы не был бы таким каким он есть сегодня всем спасибо за просмотр если вам понравилось видео ставим большие пальцы но также не забываем подписаться на канал нажимайте колокольчики ну а также все самые полезные ссылочки в описании подписывайтесь мы вас там ждем и до новых встреч возможно будет то за ретчорн